Глубоко уважаемый Вахтанг Михайлович, Андрей Дмитриевич, большое спасибо за представление и за то, что меня пригласили поучаствовать в таком представительном, замечательном форуме. После того, что сказал Андрей Дмитриевич, мне кажется, что смысл моего доклада немножко уменьшается, но тем не менее, на мой взгляд, все-таки рациональное зерно в передаче регистра независимой организации есть, поскольку в большинстве западных стран раковые регистры являются независимыми организациями. Другое дело, что очень большая проблема будет с регистрацией злокачественных опухолей, если от этого будут отстранены онкологи. Итак, выживаемость – это определение, которое можно увидеть везде, в том числе и в Википедии. Достаточно, казалось бы, простая величина, но тем не менее, если говорить об эпидемиологических исследованиях выживаемости, выживаемости всей популяции онкологических больных на определенной территории, то существует очень большая разница между этими исследованиями и исследованиями, которые наиболее часто применяются в клинике. В клинических исследованиях, о которых мы, в том числе и на этом форуме, много слышали, изучается максимально достижимая выживаемость на отобранных контингентах больных. И это всегда очень высокие показатели, которые в большой разнице находятся с теми реальными показателями, которые мы видим у себя даже в больницах. Если рассматривать выживаемость на эпидемиологическом уровне, то она характеризует главным образом доступность вот этих новых, наиболее эффективных методик лечения как можно большей популяции. И расчеты там всегда гораздо более низкие по сравнению с клиническими оценками выживаемости, поскольку в них ходят все больные, измеряется условно средняя температура по больнице. Это и пожилые, и сопутствующие патологии, и те больные, которые вообще даже не получали лечение по поводу установленного злокачественного заболевания. Это у нас не редкость, к сожалению. Ну и оценка показателей выживаемости тоже различается. Если в клинических исследованиях часто бывает достаточно проведения оценки выживаемости актуарным методом, или его усовершенствованной версией методом Каплана-Майера, можно сравнить группы с помощью логранкового метода и оценить факторы, влияющие на выживаемость с помощью регрессии Кокса или Пуассона. Международное сравнение выживаемости возможно только или почти только с помощью так называемой относительной или нетто-выживаемости, которая рассчитывается путем деления наблюдаемой выживаемости на ожидаемую продолжительность жизни для каждого отдельного возраста. Для показателя, который оценивается в знаменателе для ожидаемой продолжительности жизни, используются так называемые life tables, таблицы дожития, которые как раз берутся из органов государственной статистики. Примерно такого рода рассчитываются таблицы и графики по ним строятся, которые характеризуют фоновую смертность. Это полулогарифмическая шкала. Можно увидеть, что даже в возрасте примерно 80 лет в Архангельской области риск умереть от любой причины составляет примерно 10%. Это сделано для того, чтобы показать вот эти различия выживаемости. Мы видим фоновые смертности, мы видим, что для мужчин и женщин эти показатели разные. Для того, чтобы рассчитать относительную выживаемость, то есть в каждый год выживаемость, наблюдаемая при злокачественном заболевании, делится на единицы разделить на выживаемость от фоновой смертности. Разные методы существуют. Уже упомянутый ЭДРР-2. Есть и другие. Сейчас все чаще используется метод ПОГОР. И, что очень важно, этот показатель должен рассчитываться непосредственно по территории, поскольку не существует единых коэффициентов смертности фоновой. Как вы видите, это тоже данные Архангельска. Громадным образом различается фоновая смертность у жителей города и села, лиц мужского и женского пола. Вот здесь мы видим, что показатели смертности фоновой могут различаться более чем в 10 раз для определенных возрастных групп. Поэтому коэффициенты должны быть обязательно индивидуальны. Выживаемость рассчитывать сложнее, чем заболеваемость. В этой табличке приведен стандартный набор данных для расчета выживаемости, рекомендованный МАИР, где помимо данных о больном и о диагнозе, которые используются для расчета заболеваемости, обязательно нужны данные о прослеживании больного. И они должны быть своевременными. Итак, напоминаю, большинство аудитории знает о том, что прослеживание может быть разным. Это пассивное прослеживание, наиболее часто использующееся в экономически развитых странах и в нашей стране тоже. Это данные Федеральной службы статистики, которые поступают или в нашем случае иногда не поступают в регистр, из которых как раз получают данные о смерти больных. Если эти данные не поступают, возникают бессмертные и неоправданно высокие показатели выживаемости больных. Большим преимуществом нашей страны, нашей организации регистрации онкологических больных является налаженная система активного прослеживания, когда состояние больных с помощью районных онкологов или ответственных за это дело проверяется по запросу из отдела медицинской статистики или канцеррегистра. Эта система дорогая, но позволяет обеспечить прослеженность в гораздо большем количестве случаев. Почему относительная выживаемость? Я уже сказал о том, что фоновый риск смерти очень сильно может отличаться между различными территориями, периодами в одной даже стране и разными регионами внутри этой страны. По детской онкологической смертности фоновый риск смерти может различаться у взрослых в 6 раз, а у детей даже в 100. И относительная выживаемость как раз учитывает эту фоновую смертность. Это, конечно, идеальный показатель, расчетный, который не имеет места в практической жизни, но при международных сравнениях выживаемость именно его необходимо использовать для того, чтобы понять, что конкретно с онкологией. И более того, используется и стандартизация по возрасту, поскольку известно, что риск умереть в пожилом возрасте просто от злокачественного заболевания выше, чем в молодом. И если говорить о глобальной оценке относительной выживаемости, сравнительной оценке между странами, то этой проблемой многие организации занимаются, ну и в частности проект «Конкорд», который с первыми своими сообщениями выступил уже больше 10 лет назад, в 2008 году, а в 2015 году «Конкорд-2» исследование стало признанным в мире проектом по оценке выживаемости. «Конкорд-3» был опубликован в прошлом году, и в нем участвовало 5 российских регистров среди 322 регистров во всем мире и из 70 стран. Это карта исследования, которая не позволяет расслабляться, поскольку мы видим, что на ней больше белых пятен. Тем не менее, данные из стран, которые представили свое участие в этом исследовании, покрывают популяцию больше миллиарда. И темно-зеленым отмечены те страны, которые на уровне национальных регистров поучаствовали. Посмотрите, США, так же, как и Россия, и Канада не смогли представить полные данные, поэтому у меня, конечно, большие сомнения в том, что излишняя централизация раковых регистров может привести к улучшению данных, по крайней мере, на первом этапе. Это данные наших регистров, участвовавших в исследовании. 6% территории и 6% популяции примерно были представлены от России в «Конкорд-3». И, конечно, вопрос возникает, зачем нам нужно участие. Самое главное, пожалуй, это внешний контроль качества данных регистров. Эксперты международного уровня признанные проверяли данные. Мы постоянно находились в контакте с представителями регистров, и это, конечно, способствовало улучшению качества данных. Это участие в международных протоколах, исследованиях, в международных сравнениях. Конечно, в идеале результаты должны нас стимулировать на изменения в национальной политике по улучшению и онкологической помощи. Поэтому лично мне кажется, что Россия может и должна участвовать в этом и подобных протоколах. Я несколько раз на конференциях докладывал результаты этого исследования. Поэтому в данном сообщении, которое посвящено главным образом оценке качества, я просто приведу эту информацию вот это представление данных удобное, которое характеризует три периода. Значит, разные континенты. Серый – это Африка, Южная Америка, Красная – Северная Америка. Значит, голубая Европа. Мы можем проследить показатели выживаемости, конкретно при раке желудка. Очень интересные получились результаты, где Россия по пятилетним выживаемости оказалась выше, например, Великобритании и Бельгии. Но, тем не менее, далеко отстала от стран с наибольшей выживаемостью. Это Корея и Япония. Вы видели, что африканские показатели были тоже достаточно высокие. Вот здесь я их увеличил, чтобы показать. Они были приведены в этом исследовании, но качество данных, конечно, оставляет желать лучше. Вот эти значки говорят о том, что эти данные, вероятно, не настоверны. Итак, я хотел бы просто рассказать уже очень коротко об контроле качества в Конкорде. Это три фазы соответствия протоколу. Все должны быть, поля были заполнены, исключения, и редакционные проверки. Об исключениях. Это как раз проверка качества данных регистров. Очень похожая или практически идентичная программе МАИР, в которой из данных регистров исключались данные, которые не подходят для выживаемости. Это неполные даты, рак инситу, доброкачественные опухоли, метастазы или неопределенная характеристика опухоли, неприменимая в морфологии и топография. Также исключались случаи с неизвестным статусом, неизвестным полом, несоответствия логические. И это все осуществлялось в контакте с представителями регистров, и данные, конечно, можно было исправлять. Вот один из примеров – это когда данные одного из регистров были существенным образом скорректированы, если я не ошибаюсь, даже исключены из протокола. Потому что, посмотрите, значит, это данные по раку пищевода за три сравниваемых периода, 53, 239 и почти 500 случаев рака. Это, конечно, говорит о том, что как минимум за первые два периода данные были неполными. И, соответственно, непонятно, как это повлияло на показатели выживаемости. Поэтому по согласованию с регистров некоторые данные были удалены. Вот еще один пример – это кодировка пятого знака топографии. В одном из регистров, тоже российских, из одного из регистров были посланы данные, в которых было очень много шестерок, то есть метастатического поражения, которое не учитывается. После диалога с аналитической группой стало понятно, что регистраторы… Вот это тоже влияет на качество. Регистраторы просто больных четвертой стадии кодировали как шестым номером. Это мы все проговорили и улучшили таким образом данные регистров. Но одна из очень серьезных проблем в регистрации рака, забегая вперед, не наша. Это случаи диагностированные посмертно и более того, когда есть только одна информация – это сертификат о смерти. Это данные уже другого регистра, где, если посмотреть, в первый период наблюдения, аж половина наблюдений – это рак печени. Половина наблюдений, половина записей была сделана по сертификатам о смерти. Ну и как вы думаете, к чему это может привести? Это приведет к недооценке или переоценке выживаемости? Ну, разумеется, это будет переоценка. Разумеется, переоценка, поскольку учтенные посмертно – это если бы они были зарегистрированы и получали какое-то лечение с очень короткой продолжительностью жизни. Но вот если посмотреть данные того же регистра, то с течением времени регистрация улучшалась и 13% по сравнению с почти 50% стало через 10 лет. И что это, к чему это приведет? Как изменится? Конечно, да, показатели выживаемости снизятся. Таким образом, низкие показатели выживаемости далеко не всегда могут говорить о том, что плохо у нас с лечением. Может быть, у нас просто лучше с регистрацией, чем в других странах. И вот этот пример, который касается уже наших регистров, говорит о том, что у нас с этим все хорошо. Средний процент DCO в данных из нашей страны меньше 1%. Это даже с учетом того, что были рак печени и рак поджелудочной железы. Но по ряду локализаций все-таки некоторые измерения выживаемости вызывают вопросы. Ну, в частности, это данные одного из регистров, когда пятилетняя относительная выживаемость при раке молочной железы в самый начальный период, 2000-2004 год, была выше, чем в последующие. Это явный индикатор того, что, скорее всего, случаи смерти вовремя не регистрировались. Следующий этап был редакционные оправки. И это тоже очень кропотливый процесс. И тоже он происходил в диалоге, когда оценивались по морфологической верификации, не специфической морфологии, по количеству потерянных для последующего наблюдения пациенты. И в ряде случаев, к сожалению, даже наши данные были признаны не очень достоверными, как, например, вот здесь, когда день и месяц смерти в распределении, наибольшее количество этих смертей приходилось в данном случае на 25 октября. То есть, по всей видимости, регистраторы в этом регистре потерянных больных с неизвестным статусом смерти, в общем, назначали умершими в этот период. Конечно, в этом случае рассчитать выживаемость больных достоверно трудно или невозможно. И заключение немножко перебрал. Я хотел бы сказать, что популяционная оценка относительной выживаемости – это объективный индикатор организации диагностики и лечения злокачественных опухолей. Но эта оценка возможна только при регистрации высокого уровня. Расчет относительной выживаемости обязательно необходимо осуществлять с использованием территориально-специфической фоновой смертности. Мы пока недалеко, достаточно далеко по показателям выживаемости от лучших стран находимся. Но я очень надеюсь, что те реформы, которые у нас проводятся в нашей стране и в которых мы участвуем, приведут к улучшению выживаемости больных. Но для этого необходим доступ к базам данных умерших. Но я предполагаю, что это уже не наша проблема будет. Спасибо. Продолжение следует...